Здравствуйте, мои дорогие друзья, здравствуйте, коллеги, мои подписчики, те, кто случайно попал на мой канал. Сегодняшний наш разговор я хочу посвятить моему другу, человеку, с которым я много лет выходила на сцену с 1987 года в Киевском молодом театре. Дело в том, что 20 декабря 2021 года ему должно было исполниться 81 год. Но, к сожалению, 3 июня этого года мой друг, народный артист Украины Валерий Иванович Шептекита ушел от нас. Какая бы ни была роль, это твоя профессия, да, она публична. И ты должен оправдать своего героя, если он сволочь, так сказать, по-своему оправдать. Но то, что Константин Сергеевич говорил, ищи у доброго, где он злой, и наоборот, у злого, где он добрый. То есть в человеке у нас заложено от природы и это, и другое, и третье, и десятое. И что-то мы отсюда достаем, и то, что нужно для конкретного персонажа, и даем. И вы знаете, я посмотрела некоторые ролики на Ютубе, очень холодные, какие-то, просто какой-то фактаж. Говорили люди, которые его не знали. Они просто сообщали о том, что он умер, и холодным голосом ничего более. Мне бы хотелось рассказать о том, какой это был человек замечательный, какой это был актер потрясающий, с большой буквы, какой это был друг. Потому что столько лет, сколько мы дружили, с 87-го года по 21-й, можете посчитать, это очень долго. Ну давайте, может быть, по порядку. Я в театр пришла в 86-м году участвовать в театральных вечерах. Это был тогда еще молодежный театр, он находился на Свердлово-6, как мы тогда говорили, или Свердлово-6, как вам угодно. Теперь эта улица называется Прорезная. Она идет как раз от метро Крещатик вверх, напротив метро Крещатик вверх улица, это и есть Прорезная. Так вот, тогда молодежный театр находился на Прорезной-6. Там был клуб метростроя, и на втором этаже была очень уютная маленькая сцена, небольшая. В зале был, естественно, портер, и был небольшой балкончик, который прям нависал над сценой. Именно туда я пришла, в это помещение в 86-м году на театральные вечера. Я тогда еще была студенткой, влюбилась в этот театр, конечно, потому что, извините, тогда визитной карточкой театра был спектакль «За двумя зайцами». И все желали посмотреть этот спектакль, он гудел на весь Киев. Билеты спрашивали прямо от метро Крещатик, нет ли у вас лишнего билетика, нет ли у вас нижнего билетика. И, конечно, мне бы хотелось попасть в этот театр. А я тогда студентка последнего курса института театрального имени Карпенко-Карова. И так сложилась судьба, что я после окончания института в 87-м году попала. Меня пригласил Лес Степанович Танюк, художественный руководитель, он был тогда театра. Я попала в театр. Первая работа, которая меня познакомила с Валерием Ивановичем Шептикитой, это была интересная работа в спектакле «Революционный этюд». Владимир Ильича Ленина играл в Шептикита Валера, а мне дали роль Сапожниковой. Где-то я выбирала, искала здесь фотографии в старых альбомах. Хочу вам показать, какая же я была Сапожникова, и какой же был Владимир Ильич Ленин. Очень серьезный. Постоянно он мне рассказывал, как я должна делать революцию. Учил меня, как строить коммунизм. Я постоянно повторяла «буду думать», «буду думать». Это была самая главная фраза в моей роли. И настолько внимательно ко мне относились партнеры мои, актеры, с которыми я работала в спектакле. Во-первых, всем было интересно, справлюсь ли я с ролью, не испугаюсь ли я полного зала, скажу ли все слова, правильно ли сыграю эту роль. И я помню, после премьеры Валерий Иванович первый сказал, «Ну что ж, я поздравляю наш театр, к нам пришла хорошая актриса». Вот так я столкнулась первый раз с Валерием Ивановичем, то есть очень искренним человеком, человеком, который не стыдился сказать какое-то хвалебное слово, если человек этого заслужил. Следующая наша встреча была в спектакле «Хаттабыч». Я получила роль Вольки, мальчика, который подружился с Хаттабычем, ну а Валерий Иванович был, естественно, самим Хаттабычем. Есть у меня пару фотографий с этого спектакля. Спектакль, конечно, был очень фееричный. И когда появлялись на сцене рабы, рабыни с какими-то фруктами на подносах, когда у нас были диалоги интересные, мы переносились из одного места в другое во времени, в пространстве. Очень была интересная работа. Многие не верили, что я с ней справлюсь, потому что говорили, что слишком я женственная. На репетициях Валерий Иванович все время говорил, так, перестаньте, отстаньте от нее. Она по-своему работает. Она накапливает, потом вы все увидите, у нее все получится. То есть он в меня верил. И так оно и произошло. Я накапливала, работала, искала зерно образа. И в итоге все получилось. Когда пришла комиссия, но тогда все спектакли принимали только комиссии, в которых были и там из Министерства культуры, из Управления культуры города. И обязательно были партийные работники, которые смотрели, может ли этот спектакль быть показан, так сказать, в публике, имеет ли он право на жизнь. Не поверили, что играет актриса. Почему-то подумали, что пригласили какого-то пионера из школы. Но в итоге Шулаков Виктор Александрович, постановщик, «Царство ему небесное», это уже его нету с нами, фантазер неимоверный. Он сказал, нет, это наша актриса, молодая. Она так играет все. Но спектакль пропустили. Мы объездили с ним почти всю Украину, где мы только не были, и в Днепродзержинске, и в Днепропетровске, и в Одесской области. Всюду нас принимали на ура с этим спектаклем. Он имел просто ошеломляющий успех. Ну, Валерий Иванович был в образе Хатабыча, просто невообразимо хорош, невообразимо. Вот так он меня поддерживал. Вы знаете, еще был очень интересный спектакль в 92-м году. Назывался он «Убийство Гонзага». Поставил этот спектакль режиссер Тарас Криворученко. И в этом спектакле Валерий Иванович играл Полония, я играла проститутку Амалию. Ну, речь шла о мышеловке. То есть это как бы сюжет Гамлета наоборот. Сюжет о том, что актерская труппа приходит в этот замок, нанимает актеров Гамлет. Они разыгрывают, репетируют, разыгрывают эту пьесу перед королем, королевой. Раскрывают все тайны. Ну, в общем, интересная, конечно, пьеса Юрданова. И вот это вот был у нас, следующая была наша встреча. Вот есть фотография, когда Полония держит меня на руках. Я вам потом поближе покажу эту фотографию. И меня хлопает по попе и говорит, подмывалась ли ты сегодня? Ты же пойдешь к королю. Да, интересная была, конечно, работа у нас. Я просто хочу сказать, что Валерий Иванович в любой работе он хотел быть разным, это первое. Второе, он всегда выкладывался на все сто. И как мы потом выяснили совершенно случайно, что мы, оказывается, ученики одного учителя. Только Валерий Иванович закончил институт Карпенко-Карова в 1967 году. А я в 1987 году. То есть разница наша 20 лет в нашей учебе, в окончании. Но школа-то одна. Почему нам с Валерием Ивановичем было очень легко всегда работать? Ну, некоторые его не понимали. Да, ну что он так всегда очень ярко, активно. А мне было с ним легко, мне было понятно. Потому что учитель-то был у нас один, Михаил Михайлович Карасёв. И это он нас учил этой яркости. Он нас учил выбрасывать энергию из себя, пытаться её перебросить в зал, поделиться ею. Понимаете? Школа одна. Поэтому мы с Валерием Ивановичем нашли общий язык с первых моментов нашей общей работы. Следующий спектакль, который мне бы хотелось вспомнить, это, наверное, потрясающий спектакль, который назывался «Я, Фейербах». Танк Ратадорста. Это потрясающий европейский драматург. Я знаю, что он уже умер буквально не так давно, может быть, год или полтора назад. Но то, что произошло с этим спектаклем, то чудо, которое произошло, это было, конечно, событие в Киеве и в Украине. Потому что мы поехали на фестиваль в Севастополь с этим спектаклем «Я, Фейербах». И, к общему удивлению, всей комиссии, которая присутствовала, наших украинских театральных критиков, они толкали своих людей, естественно. Они понимали, что тот, кто победит на фестивале, тот поедет в Германию, в Мюнхен на театральный фестиваль как представители, как победители театрального фестиваля в Севастополе. И в Севастополе присутствовал Йоханн Ханн. Это именно тот человек, который выбирал тот спектакль, который он повезет в Мюнхен. И вот ему навязывали все наши театроведы, режиссеры, члены комиссии, навязывали ему какие-то спектакли своих знакомых. Но он сказал, нет, я хочу именно этот спектакль. В этом спектакле, я перебав, прошла как бы вся жизнь. И это было очень прäзисо. Это было очень точное. Это были фабелевые шауспелеры. Я очень удивлен, что я их никогда не видел, когда я уже смотрела так много театр. Я удивляюсь, что я их раньше не видел, хотя я была в многих театрах. И я очень рада, что эта третья постановка, Англаза Турста, это очень хорошая третья постановка. Там был сюжет, что актер, который был уволен из театра давно, пришел проситься в театр, очень хочет попасть. И он рассказывает всю свою жизнь помощнику режиссера, тому человеку, который записывает всех желающих попасть в театр. Ну, знаете, эти прослушивания актерские, они очень всегда сложные. И вот он рассказывает, показывает, режиссер, кстати, Тарас Криворученко, вплел в спектакль маленькие сценки из спектаклей, в которых якобы играл этот актер Фирбах. Там была маленькая сценка из трех поросят. Кстати, у меня есть фотографии. Именно из Яфирбаха, где три поросенка танцуют. Это именно были эти три поросенка танцующих. Сейчас, секундочку. Вот, смотрите. Вот это был танец. Три поросенка. Я пока покажу вам поближе. Потом там была сцена из Шекспира, из Шекспира, Ромео и Джульетта. Там были сцены еще из других спектаклей. Вплетено было в канву этого сюжета. И когда мы поехали уже в Мюнхен, то, естественно, режиссер очень волновался, что Танкред Торст скажет, а что это вы играете, не мою пьесу. Но он человек, который никогда не смотрел свои спектакли до конца. Никогда более чем 10-15 минут он не смотрел. Наш спектакль он досмотрел до конца. Он посмотрел его полностью, весь. Потом встал и очень долго хлопал. В конце появлялся, когда наш герой Фейербах умирал, то появлялся на сцене Чарли Чаплин и уводил героя на тот свет Чарли Чаплин. Мы работали в огромном ангаре в Мюнхене. Была выстроена декорация так, как мы хотели. Получается, люди сидели на сцене. Действие все возле них происходило. А мы как бы смотрели в зал. И вот там, где должны были сидеть люди, там поднималась вверх лестница, и было два окошка. И когда Фейербах умер в конце, Чарли Чаплин часиками так-тик-так-тик-так-тик-так, твое время пришло, забирал его и уводил именно через зрительный зал по вот этой лестнице вверх к тем двум окошкам. Знаете, я вот сейчас рассказываю, у меня просто мурашки по коже. Это было просто потрясающе. Знаете, ведь актеров всегда провожают на тот свет аплодисментами. Это было очень символично. И тогда Танкред Дорст, когда уже мы окончили спектакль, и он всех пригласил прямо там же, вот в этом ангаре, кроме декорации, которая была выстроена, там было кафе, можно было выпить кофе, съесть какие-то бутерброды. По-моему, и вино даже какое-то было там. Он нас пригласил в это кафе, сказал потрясающую фразу режиссеру Тарасу Криворученко, что я вам благодарен за то, что вы сделали мне такое соседство с такими великими авторами, как Шекспир, ну и другие. Говорит, такого спектакля нигде не было. И, конечно же, теперь Пальма первенства переходит к Валерию Ивановичу. До этого у него был какой-то на первом месте актер из Словакии. Забыла я его фамилию, но после нашего спектакля он сказал, что лучший фирбах – это Валерий Иванович Шептикин. Конечно, наблюдать за Валерием Ивановичем, как он работал в этом спектакле, это было нечто невероятное. Как он перевоплощался, как он где надо плакал, где надо кричал, где надо он был тихим и делал паузы. Да, это была школа. Это была школа, и он её нам передавал своим примером. Я думаю, что сейчас, когда Валера не стала, я думаю, что, может быть, и правда его увёл туда, в Чарли Чаплин, и, может быть, там он играет какие-то свои спектакли. Всё же может быть. Да, ну давайте перейдём, наверное, ещё к одному спектаклю, который у нас был. Да, кстати, я вот в самом начале говорила, что визитная карточка театра был спектакль «За двума зайцемы». Валера там играл от Сапрони. Очень был смешной, он себе клеил такой нос курносый, вот такой вот курносый нос клеил себе, был невероятно смешной. У него на боку был табак в таком маленьком кисетике, он его всё время нюхал, чихал, смеялся. Потрясающий был спектакль. А я в этом спектакле играла вначале звезду-синематографа, потом подружку Прони, ну а потом я пошла на повышение, играла уже Галю. Естественно, всегда из-за кулис я наблюдала, как Валера работает, и училась у него, училась и училась. Так, ну что ж, следующий спектакль, кстати, был очень интересный, «Человек и вечность» куречка. Я играла «Вечность», а Валера играла «Небуття». Ну или как это по-русски, «Небытие» или «Ничто». И он так, вы знаете, он всегда себе что-то такое придумывал, он очень хорошо рисовал и лепил, кстати, он был скульптором. И он всегда думал о внешности, поскольку у него была борода, то он очень часто её трансформировал, то она у него была длинная, то она у него была покороче, то она у него была ухоженная, то какая-то косичка заплетена. И с прическами он всё время что-то делал. То есть он внешне пытался, меняться, и внутренне это всегда оправдывал, то есть не наигрывал. Знаете, у него не было, хотя есть такая фраза, не наиграешь, не сыграешь, но тем не менее он не наигрывал, он оправдывал всегда всё изнутри. Вот сколько есть, столько он додавал. И в этом спектакле он придумал, что он почему-то должен быть, ну раз он ничто, то он должен быть без глаз. И Валера взял такие орехи грецкие, половинки, и как-то он их так на резиночке сзади завязывал, и было полное ощущение, вот когда по половинке ореха вот так вот, было полное ощущение, что у него глаза закрыты. А тут у него снизу были какие-то, он или подпилил, или что, маленькие такие щёлочки. То есть он сквозь эти щёлочки следил, куда ему идти, а внешне было абсолютное ощущение, что он слепой. На одном из спектаклей это было ужасно. Он почему-то не заметил, где свет, и оступился, и пошёл, пошёл прямо на авансцену, оступился, упал со сцены, поломал ногу. А это, конечно, было ужасно, но он залез назад на сцену, доиграл спектакль. Это было ужасно, потому что, вы же знаете, профсоюзы, они тут же начинают говорить, боже мой, это производственная травма, это то, всё. Но вызвали скорую, но Валера сказал, что он упал не на сцене. Такие тайны он сейчас открывает. Но насколько был человек преданный театру, что даже с поломанной ногой он доиграл до конца. Конечно, я понимаю, что было очень больно, но он доиграл, а потом только вызвали скорую, потом только он поехал в больницу выяснять, что же такое с ногой. Но это говорит о том, что человек жил театром. Он безумно любил сцену, он безумно любил своих коллег. Он полностью отдавался этому миру искусства. И следующий спектакль, в котором мы тоже вместе принимали участие, это был, а, ещё был, да, спектакль «Автобус» Стратиева. Знаете, это потрясающий был спектакль. Валера там играл разумного. Ну, как я говорила, что это партийный работник, потому что он всех посылал решать вопросы, а сам пытался всегда оставаться в стороне. Он всех организовывает, а сам не хочет решать никакие вопросы. Боже мой! Боже мой! Молодые человечицы! Та не поспешайте вы с тапочками та венами! А мы были переконаны, что вы как данко вырвете сердце с груди и поднимете его высоко и выведете этих несчастных на счастливое светло... Нет, 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 вы на все не сможете. Я вижу, мы страшно помилились. Кстати, у меня на канале есть плейлист спектаклей и там есть полностью спектакль «Автобус» молодого театра. Если вам интересно, вы можете посмотреть, как великолепно там работал Валера Шептикита. Еще был потрясающий спектакль «Женитьба Гоголя». Я играла Агафью Тихоновну, а Валера играла одного из женихов. Я точно не помню, кого именно, но тоже он был безумно смешной, очень трогательный, такой себе женишок. А одна из последних работ, где мы вместе выходили на сцену, это спектакль «Тектоника чувств» Шмидта. Я играла главную роль Диану, а Валера согласился играть небольшую роль Шансонье. Он даже записал песню на французском языке, которую он исполнял во время спектакля. И когда он ушел, мы решили, что мы не будем переписывать песню. Мы решили, что песня должна звучать голосом Валерия Ивановича Шепикит. Грустно, конечно, что выходят такие потрясающие профессионалы, такие хорошие люди от нас. Но мне кажется, что если мы помним о них, то они это знают, и они живут рядышком с нами. И я бы хотела вспомнить еще один очень интересный спектакль. Это был спектакль на двоих. Мы его выпустили в 2004 году. Он назывался «Мираж». Там речь шла о таможне, где Валерий Иванович играл таможенника. Я приходила, Наталью я играла, я приходила на таможне, пыталась получить разрешение на пересечение границы. Но я его не получила. И так сложились обстоятельства, что я осталась вместе с этим работником таможни. Осталась на таможне вместе с ним, работать дальше. И вот я с ним работала какое-то время. И все время мечтала, что он все-таки мне разрешит поехать к сестре, пересечь эту границу. Но так разрешения я и не получила. И в итоге в финале я погибала. Я застрелилась, финал был страшный. Я стрелялась спиной к зрителю и так застывала стоя. А Лалера в это время обнимал меня лицом в зал. И вот на этом лице отражалось все. Была оценка того, что произошло. И надо вам сказать, что Валерий Иванович потрясающе писал стихи всегда. На все мероприятия, которые проходили у нас в театре, на все дни рождения, на все премьеры. Всегда был тост Валерия Ивановича второй. По традиции, какой бы банкет ни собирался, второй тост всегда давали Валерию Ивановичу. И к этому спектаклю, к спектаклю «Мираж» Валера тогда написал стихи, романс. А Юра Саенко из театра Занковецкая и Львовского написал музыку. И я пела этот романс вживую в спектакле. А когда я умирала и вот эта мизансцена была финальная, отыгрывал что-то последнее, говорил Валера. И потом занавес начинал потихоньку закрываться. И тогда уже этот романс на стихи Валерия Ивановича шел в записи. И, кстати, есть у меня плейлисты, песни и спектакли, и там этот романс тоже есть. Мне как-то, знаете, очень хотелось бы, чтобы это все осталось, потому что это все мне очень дорого. И, кстати, вот, когда я искала фотографии, искала материал, ну, вспоминала просто о том, какой Валера был замечательный. Вот у меня целая папка его стихов вот в этом файлике. Просто вот он, когда приходил и поздравлял с премьерами или с днем рождения, дарил эти все свои подчеркушки, и я это все собирала. Я не могла выбросить этот материал. А теперь вот он у меня в этой папке. Кстати, единственный человек, который меня называл Ленутца, это был Валерий Иванович. Когда я его не стала, я просто очень сильно плакала и сказала, что как жаль, больше никто мне никогда не назовет Ленутца. Актрисы, подруги, соратницы, карасевки. Видите, он всегда помнил, что мы карасевцы. Просто хочу сказать, что очень хочется, чтобы мы помнили таких людей, потому что Валера, он был глыба. Он был не просто актер, он был глыба. И, кстати, когда он приезжал в 2020 году к нам в гости, мы ходили в лес, мы живем просто напротив леса, мы ходили в лес, делали шашлыки, и Валера читал нам свои стихи на эротическую тему. Я, конечно, попытаюсь вам маленький кусочек поставить, без некоторых нехороших слов. Найду такой кусочек, то обязательно вам поставлю, чтобы вы послушали, как Валера читал стихи. Крик женщины вспорол перину ночи. Рассыпал перья ритмы сладостных стенаний, развесил уши, вытаращил очи у спавших за соседними стенами. И зависть разбудил у эстрогенов. Тестостеронов совесть потревожил. Проснулись ДНК фамильных генов, словно инстинкт вулканов спящих ожил. Как он преподносил слово замечательно. А сейчас, когда я прихожу в театр, и мне кажется, что мне не хватает его голоса, мне кажется, вот сейчас раздаться громогласный глаз. Ленунца, привет! А 80 лет мы, конечно, очень красиво отпраздновали. Это был огромный торт, в котором было 80 свечей. Валера на сцене задул эти все свечи после спектакля Кайдаши. Валерий Иванович присвятил служению театру. За эти годы Валерий Иванович был открытым безвищем ролей и прожито великой количество интересных жизнений. Его несамовета, мощная энергия в эти годы служила прикладом для исследования многим поколения молодых актистов. Дорогенький наш Валерий Иванович, в театрі немає людини, яка б не поважала ваш талант и невимовную профессиональность. Головное, что вас обожнює, Глядович, нехай ця увага и любовь, что долгие-долгие роки идуть поряд с вами. Мне, керевнику, сегодня выпала честь от имени всего коллектива молодого театра висловить вам слова величезной подяки за эти годы, за ваше життя, за ваш труд, за все, что вы вклали в молодой театр. Читал стихи, потом на камерной сцене было представление молодежи, показывали они ему всякие выступления, свои песни, пляски. Валера сидел, как король, наслаждался. Было у меня, конечно, какое-то щемящее чувство, что, наверное, это какое-то последнее гуляние такое яркое. Потому что Валера был похудевший, выглядел не совсем так хорошо, как хотелось бы мне его видеть в тот день. Но, может быть, это какое-то предчувствие, может быть, было, не знаю. Лучше бы он жил и сегодня. Лучше бы мы праздновали 81 год. Так вот, друзья, я хочу вам еще рассказать одну историю о том, какой Валера был прекрасный друг. В 2005 году я лежала на сохранении в роддоме со своей доченькой. У меня был день рождения 11 июля. И в этот день мои друзья из театра пришли меня проведать. Ну, естественно, и Валера Шептекита. Разложили всю еду на парапете возле приемного отделения. Подъезжали скорой помощи, привозили рожениц. А мы стояли возле этого парапета. Ну, я-то не пила, естественно. Мужчины попивали водочку и венцу, женщины. И очень громко Валера читал стихи. Кто-то, значит, еще один поэт присутствовал. Он тоже читал стихи ему, значит, в ответ. Кто-то подпевал какие-то песни. При этом в окна весь роддом уже выглядывал. И врачи, и медсестры все сказали, подождите, что у нас там за концерт происходит? Операции остановились, никто не рожает. Все смотрят концерт в окнах. Вот эти фотографии, это напоминание о том, как весело, как прекрасно. Все радовались тому, что я жду ребенка. Тому, что скоро будет девочка. Все это знали. Все дарили мне свою энергию, свое тепло. Все меня целовали. Вот, тут Валерочку видно хорошо. И вот это море позитивных эмоций, море позитивных эмоций, оно, естественно, потом перешло к моей доте. И когда в «Тектонике чувств» Валера играл в шансонье, он же выходил с моей Александрой на сцену. Александра играла его внучку. Вот как было интересно, да. И Сашенька всегда очень трепетно к Валере относилась, к Валере Ивановичу. Даже пошутил Володя Бегман, когда сказали, как вы думаете, кем будет Александра? А Володя говорит, ну как же, кем она будет? Она же самим Шип-ты-кидой на поклон выходит. Конечно, она должна быть актрисой. Не знаю, будет ли она актрисой, но то, что она выходила на сцену с Валерием Ивановичем Шип-ты-кидой, я думаю, она это запомнит на всю жизнь. Он её очень любил. Он постоянно дарил ей какие-то подарочки, какие-то духи небольшие такие, знаете. Очень тепло к ней относился. И мне бы хотелось, чтобы вы запомнили Валеру разным. Конечно, это был профессионал с большой буквы. Конечно, это был человек с большой буквы. Это был актёрище. Актёрище. Насколько он менялся, насколько он был великолепным, блистательным артистом. 81 год, к сожалению, мы не будем праздновать. 80 лет. Я не знаю, много это или мало. Душа-то всегда молодая. Думаю, что он бы и сейчас жил и радовался каждому дню. Но, к сожалению, болезнь – это очень коварно. Да. Болезнь COVID-19, к сожалению, много в жизни забрал. Очень много. В том числе и в нашем театре три человека ушло за один год, за один сезон. Валерий Иванович Пекита, Ярослав Гавровук, народный артист Украины, Андрюша Колесник. Тоже мой дружок. Грустно это все очень. Очень грустно. Но я думаю, знаете, если художник рисует картину, картина остается. И ее могут смотреть еще через века, восхищаться. К сожалению, те краски души, которыми рисует актер, они остаются только в кино, наверное, можно посмотреть на то, каким был актер. Или снятые на камеру спектакли. К сожалению, те спектакли, которые не сняты были, они просто исчезают. Или они живут до тех пор, пока есть зритель, который видел этот спектакль. Он его помнит. Мне бы хотелось, чтобы мы помнили наших любимых артистов. Потому что, если мы их помним, они живут. Спасибо вам большое, что вы досмотрели до конца. Не забывайте про Валерию Ивановича Шептикид и про всех ваших любимых артистов. Если вам понравилось видео, ставьте класс. подписывайтесь на мой канал. Я думаю, что вы увидите еще много интересного. Всего доброго вам. Будьте здоровы. И до новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!